mac os 26.1 наконец-таки вышло и сегодня в нашем замечательном спокойном видео мы обновим мой mac studio до самой новой финальной технически готовой операционной системы mac и так давайте я сейчас покажу перед обновлением что у меня стоит mac os taho пожалуйста вот сборка 26.0.1 сборку видите на экране сегодня apple у нас почему-то немножко так запоздала с обновлением по местному австрийскому времени у меня уже 12 час вот видите я специально вывел часы и давайте мы сейчас с моего самого красивого меню зайдем на стройке обновление того и глянем что там у нас поймается происходит поиск операционной системы в интернете обратите внимание что мышь у меня подсоединена через bluetooth 95 процентов и все работает прекрасно вот никаких проблем не было и быть не может и так что мы можем видеть mac os taho 26.1 7,15 гигабайт у нас появилось новое обновление система у меня на немецком языке так как я нахожусь в австрии давайте посмотрим что у нас здесь интересного так это у нас есть список нововведений и и давайте сейчас для нас я выберу русский язык так где у нас выбираем россия и здесь можем все это вот полностью прочитать что здесь у нас изменилось список очень длинный поэтому особо я не вижу смысла здесь задерживаться и так нажимаем ец актуализирован принимаем лицензионное соглашение внимательно его естественно читаем прочитали и нажимаем подтвердить пароль от учетной записи один раз всего нужно ввести и происходит скачивание самой новой законченной и технически готовой сборки mac os taho 26.1 при моем интернет соединение это будет очень быстро скачено потому что у меня 300 мегабит это вполне достаточно для загрузки такого количества данных поэтому спокойно ждем и ничего не трогаем как видите примерно осталось три минуты говорит нам операционная система осталась одна минута прекрасно скачивается у нас операционная система вообще никаких проблем нет единственный ребят момент я не понимаю почему apple так сделала вот это вот так но его невозможно расширить на весь экран почему это было для чего для какой цели сделано я не понимаю то есть windows вы можете спокойно расширить любое окно здесь вот такая вот интересная особенность но как говорится это другая система это не windows поэтому приходится привыкать к системе такой какая она есть mac os taho 26.1 установлена требуется перезагрузка вот у меня видите таймер пошел 25 секунд и сейчас я перезагружаюсь и уже буду снимать видео в самой новой операционной системе mac os так что увидимся через мгновение нажимаем перезагрузить вот ребят снимаю обновление mac os на свой iphone 15 плюс вот так это все происходит и записываю одновременно для вас специальный видеоотчет о том как это все работает вот мой mac studio трудится это у меня подставка от mac mini она у меня служит сейчас как ssd диск запасной и ждем перезагрузки и включение в новую операционную систему вот так это работает обновление успешно завершено и мы видим экран приветствия apple мне попросил ввести пароль от учетной записи iCloud и подтвердить еще нужно было пароль от своей учетной записи именно локальной на компьютере нажимаем lots get отлично все у нас даже окна те же самые остались и так давайте мы зайдем в настройки об этом mac и посмотрим версию mac os mac os tacho 26.1 и номер сборки у нас в скобках давайте зайдем в настройки обновление по и у нас самая новая операционная система обновление прошло успешно причем ребят обратите внимание что мышка у меня работает без всяких проблем вот как было 95 процентов так и осталось вот никаких задержек все хорошо работает все прекрасно а давайте еще проверим скорость интернета так нажмем соглашаемся и производим спид тест все как вы можете видеть пожалуйста у меня тариф 300 мегабит выдает чуть даже больше пожалуйста вот 307 308 bluetooth и вай фай работают прекрасно никаких сбоев вообще даже и намека нет все конец теста пожалуйста все видите на экране давайте подведем итог если вы видите каких-то других блогеров которые вам говорят чтобы вы не обновлялись на mac os категорически их игнорируйте и принимайте решение только самостоятельно я своим примером показываю что обновление до самых новых операционных систем таких как ios mac os ipad os можно производить без какого-либо риска и если делать все корректно технически правильно у вас будет все замечательно работать без каких-либо сбоев естественно я показываю только легальные методы на легальном оборудовании таких как настоящие оригинальные mac компьютеры iphone и ipad и и все в этом роде тему хакинтош естественно я не затрагиваю потому что эта тема уже давным-давно умерла и она является нелегальной то есть неофициальной там могут быть всякие сбои непонятные какие-то зависания вечные проблемы потому что это является обходными путями то есть нелегально и причем еще на халяву поэтому мы не это не рассматриваем вообще все вы сами все видели мне все хорошо работает без каких-либо проблем всех благодарю за внимание если видео понравилось то подписывайтесь на канал и обязательно хайпите видео если смотрите с телефоном хайпнуть видео можно три раза всем удачного обновления и до новых видео